Федор Абрамович Блинов считается одним из первых в мире конструкторов гусеничного трактора. Его изобретение вагон с бесконечными рельсами, а позднее и паровой гусеничный трактор стали важными этапами в развитии транспортной и сельскохозяйственной техники. Особое значение имела предложенная Блиновым схема поворота гусеничной машины, принцип который используется в гусеничной технике до сих пор. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о первом гусеничном тракторе и его создателе. Федор Абрамович Блинов родился 25 июля 1831 года в деревне Никольское, ныне это Вольский район Саратовской области. Он происходил из семьи крепостных крестьян, отец его был кузнецом. Именно у него юный Федор научился чинить сельскохозяйственный инвентарь и освоил сразу несколько ремесел. Слесарное, столярное, кузнечное и шорное дело. Во второй половине 1840-х годов, в период сильной засухи, охватившей по Волче, Блинов получил от помещика отпускную и отправился на заработки. Сначала он работал бурлаком на Волге, но вскоре устроился на пароход Геркулес с кочегаром. Упорство и природный интерес к технике помогли ему быстро освоиться. Со временем он стал помощником машиниста, а затем и машинистом. Проведя более 20 лет на речном флоте, Блинов стал настоящим специалистом по обслуживанию и наладке паровых машин. В 1877 году он вернулся на родину. Идея использовать гусеницы в качестве двигателя для повозки, чтобы снизить удельное давление на грунт, пришла Блинову в 1878 году. Опыт работы бурлаком дал ему наглядное представление о том, насколько трудно перемещаться по рыхлому и неровному грунту. Гусеничный ход должен был решить эту проблему. 27 марта 1878 года Блинов подал в Департамент торговли и мануфактур заявку на получение патента на вагон особого устройства с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам. 20 сентября 1879 года он получил патент номер 2245. Первое изобретение Блинова представляло собой платформу с деревянным кузовом, установленную на раме. В нижней части рамы располагались две тележки, закрепленные на рессорах. Каждая из них могла поворачиваться в горизонтальной плоскости вместе с осями опорных колес. Вместо традиционного хода использовались так называемые бесконечные рельсы, замкнутые железные ленты, составленные из отдельных звеньев. В январе 1881 года газета «Саратовский листок» писала «Платформа с самодвижущимися рельсами, груженная 550 пудами, около 9 тонн, и запряженная парой обычных лошадей на днях несколько раз проезжала по улицам нашего города, вызвав всеобщее одобрение». Первый вагон с бесконечными рельсами приводился в движение лошадиной тягой и, строго говоря, еще не был трактором. Блинов ясно осознавал, что это лишь начальный этап и продолжил работу над усовершенствованием своей конструкции. В 1884-87 годах он занялся созданием самоходного гусеничного аппарата, оснастив платформу паровым двигателем. В ходе этой работы ему впервые удалось решить одну из ключевых технических задач – реализовать поворот гусеничной машины. Созданный им самоход имел две паровые машины, установленные на платформе длиной около 5 метров. Каждая из них приводила в движение одно из ведущих колес, вращавших соответствующую гусеницу. Строительство самоходной машины было завершено в 1888 году. Трактор оснастили паровой установкой мощностью 12 лошадиных сил, что обеспечивало скорость до 3,2 км в час. Для управления требовались два человека – машинист и водитель. Оригинальный экземпляр машины, к сожалению, не сохранился. Позже трактор был воссоздан учеником Блинова – Яковом Васильевичем Мамином, который впоследствии стал известным механиком и изобретателем. В 1896 году гусеничный трактор Блинова был представлен на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Однако члены жюри не смогли оценить значимость этой разработки. Решением комиссии Федору Блинову, обозначенному как крестьянин, был вручен лишь похвальный отзыв – за паровоз для проселочных дорог с бесконечными рельсами и за проявленное трудолюбие при его создании. Вопрос о том, можно ли считать Федора Блинова изобретателем первого в мире гусеничного трактора, остается предметом споров до сих пор. Основанием для сомнений служит то, что в патенте 1879 года отсутствовало упоминание о наличии у вагона собственного двигателя. Это дало ряду исследователей повод поставить под сомнение приоритет Блинова в создании именно самоходной гусеничной машины. При этом сам механизм, близкий к гусеничному ходу, был предложен задолго до Блинова. Еще в 1770 году ирландско-английский писатель и изобретатель Ричард Лоул Джуорт высказал идею оснастить экипаж передвижными рельсами из деревянных дощечек. А в России в 1837 году первый патент на гусеничный движитель получил Дмитрий Александрович Загряжский. Но реализовать свое изобретение он не смог из-за нехватки средств. Бесспорным достижением Блинова стало создание эффективной схемы поворота гусеничной машины. Его ключевая идея заключалась в том, что каждая из двух гусениц может двигаться независимо. Поворот осуществлялся за счет разницы в скорости движения гусениц или полной остановки одной из них. Именно этот принцип используется в гусеничной технике по сей день. Изобретение Блинова значительно опередило свое время. Интерес к его трактору проявили немецкие промышленники. Однако изобретатель отказался продавать машину, не желая, чтобы она выпускалась под чужим именем. Принципы, заложенные в его конструкции, легли в основу будущих гусеничных и колесных тракторов. Эти машины сыграли важную роль в развитии сельского хозяйства, способствовали механизации труда и помогли крестьянам осваивать обширные площади земель. Жизненный путь Блинова пример того, как подлинное техническое дарование, несмотря на отсутствие поддержки со стороны государства, способно дать миру инженерные решения, ставшие основой целого направления в машиностроении. Вот такая вот история. Если понравилась, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайки, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok